Здравствуйте! С вами Александр Янковский. Вы смотрите Черноморскую телерадиокомпанию, программу «Голос Крыма». В Украине проводилась международная конференция адвокатов, правозащитников. Ее проводила сеть домов прав человека. И сегодня в нашей студии два гостя из Российской Федерации. Это Дмитрий Сотников, известный вам адвокат Александра Костенко, крымчанина. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте! И Виктор Паршуткин, адвокат Сергея Литвинова. Я вас представляю по самым известнейшим делам, которые были в недавнем времени. Или продолжаются еще и судебные процессы. Поэтому я понимаю, конечно, что вы не только адвокат Сергея Литвинова. Вы известны не только этом, но сегодня представлю так. Виктор Паршуткин, здравствуйте! Добрый день! Значит, сегодня мы поговорим вот о чем. Мы сегодня поговорим о том, на самом деле попробуем ответить на такой один простой вопрос. Может ли человек, вне зависимости от состояния дел в государстве, доказать, что у него есть эти самые права? Или все-таки, если государство эти права человека не соблюдает, то, собственно говоря, и апеллировать некому? Давайте попробуем, Дмитрий Сотников, ответить на этот вопрос. Ну, я считаю, что, конечно, доказывать свои права государству нужно. Другое дело, сразу хочу сказать о специфике дела, вот кейс, которого я представляю, дело Костенко. Костенко ведь затруднение там еще и в том состоит, что он не в своем государстве доказывает права. Он, будучи на оккупированной территории Крыма, доказывает свои права, защищает свои права в Российской Федерации. И Российская Федерация, не имея достаточно возможности сбора доказательств на территории Украины, непосредственно подгоняет эти доказательства под обвинение. А Костенко, который тоже не имеет достаточно возможности для сбора доказательств на территории Украины, просит, чтобы пригласили свидетелей, собрали еще иные какие-то доказательства, провели расследование на территории Майдана. А российская сторона отказывает в этом. То есть фактически на территории в Киеве, да, что провели какие-то расследования? Да, поэтому тут надо уточнить, что человек пытается защитить свои права именно на территории другого государства, на который он от данного преступления, статьи 115, лёгкий вред здоровью, он не совершал. На сегодняшний день только вот эта 115-я статья ему вменяется? Ему также вменяли 222-ю статью, потому что, насколько мне известно, была установка именно закрыть майдановца в колонии. 115-я статья не предусматривает лишения свободы, поэтому был подкинут ствол до 4-х лет лишения свободы и приговор с учётом апелляционного постановления, которое уменьшило срок, составило 3 года 11 месяцев. Чего вы хотите сейчас добиться в суде? Сейчас у нас ведётся работа по трём направлениям. Первое направление – это обжалование основного дела. У нас подана первая кассационная жалоба. В российском правосудии существует две основных кассационных инстанции. Первая кассационная инстанция – это президиум республиканского суда, Верховного суда, и вторая кассационная инстанция – это президиум Верховного суда Российской Федерации. Плюс к этому у нас есть ещё дело, связанное непосредственно с пытками Костенко, с причинением ему, в свою очередь, уже вреда здоровью и средней тяжести сотрудниками ФСБ. И Украинский Хельсинский союз по правам человека подал также жалобу в Европейский суд по правам человека в защиту Костенко. Это третье направление. По российскому законодательству удовлетворение жалобы в Европейский суд по правам человека, так же, как и удовлетворение, допустим, жалобы об отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам, всё это является основанием для пересмотра дела по внешней обстоятельствам. Ну а удовлетворение кассационной жалобы – это само собой. То есть направление дела в суд первой инстанции, пересмотр. И пересмотр дела. Да, пересмотр дела. Хорошо. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы адвокат, вы действуете, как правильно у вас этот регион, Московская область, да? Ну, есть и Москва, и Московская область. Я в Московской области регионе. Понятно. Вы защищаете права своего клиента в крымских судах, теперь в Москве уже непосредственно, да, в каких ещё других судах. Это на самом деле, знаете, это как бы очень важно, но меня другой вопрос интересует. А государство Украина каким образом помогает Александру Костенко? Вот буквально в пятницу у нас была встреча с консульским отделом МИД Украины, где была изложена очень интересная ситуация. Поскольку Крым является со мной частью Украины, это позиция государственная, она не обжалуется, а консульские отделы МИДа могут защищать права граждан за рубежом, то консульский отдел МИД на территории Крыма не работает. Он не защищает граждан Украины на территории Крыма. Поэтому, пока Костенко находился в СИЗО номер один Республики Крым, консульский отдел МИД его судьба не интересовала. Как только он был перемещен в исправительную колонию 5 Кировской области, в город Кирово-Чепецк, вот, сразу он попал в повестку дня. И теперь консульский отдел МИД, естественно, заинтересовался его судьбой и заявил о готовности как-то взаимодействовать по данному вопросу. А консул встречался уже после перевода Александра Костенко в эту колонию? Встречался ли он непосредственно с ним, с вами? Это была, кстати, инициатива. От кого исходила эта встреча? От вас или от консула? Нет, это исходило от консульского отдела МИДа. Но консул пока с нами не встречался. Пока никаких обращений консула Украины в России к нам не поступал. Ни ко мне, ни к семье, ни непосредственно к Костенко. Поскольку Костенко уехал в Кировскую область с фактом ненадлежащего ему оказания медицинской помощи, ненадлежащего ему пролечивания, конечно, сейчас мы будем поднимать компанию в ОНК Кировской области. Это что такое? ОНК – это орган общественный, который контролирует отношения к заключенным в места лишения свободы. Контролирует места лишения свободы, как в них соблюдаются права. Орган общественный. Нужно обращаться в ОНК Кировской области, узнавать, как там, что проходит. Лично поеду туда. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы консул Украины тоже как-то подключился к этому делу. Поскольку все-таки у нас Александр Костенко остается гражданином Украины. Понятно, спасибо. Значит, это Дмитрий Сотников, сейчас Виктор Паршуткин. Виктор, значит, вот дело, ваш клиент Сергей Литвинов, на самом деле об этом деле, ну, знают в Украине, но не так-то уж и много. Значит, 32-летний селенин Луганской области, у которого заболел зуб, вот я так читал, да он поехал на территорию Российской Федерации его лечить. И вот чем это обернулось, я предлагаю посмотреть несколько кадров из репортажа российского телевидения. Сообщая об этом, Владимир Маркин лишь сказал, что Сергей Литвинов сам пришел через границу в Россию в поисках врача. Звучит прозаично. Сотни украинских военнослужащих оказывались на нашей территории. Нуждавшихся в медицинской помощи лечили и отпускали обратно. С Литвиновым, в случае особой, здесь нужно поподробнее. Вот этот человек, он каратель. Сергей Литвинов родился 9 марта 1983 года в поселке Расцвет Луганской области. Образование 7 классов. Судим. Поэтому и в армии не служил. Поступил в батальон Днепр-Коломойского. За деньги. Прошел подготовку для зачисток сел, захваченных украинскими силовиками. Пытал да убивал, а потом у самого вдруг зуб разболелся. Дело было 13 августа. Литвинов сел на чужой мотороллер и приехал лечиться в Россию. В поселке Митякино Ростовской области сказался ополченцам. Оттуда отправили в Тарасовскую районную больницу. Там и помогли. Но соседи по палате стали расспрашивать лжеополченца. И в конце концов тот прокололся. Сдали в полицию. Арест, допрос, признание. Впереди суд. Родной батальон Днепр теперь от Литвинова отказывается. Вполне в духе блатной культуры. Мол, не знаем такого. Первый раз слышим. Дмитрий Киселев, я честно говоря, я не знаю, стоило называть это телевидением, не стоило, но тем не менее. Такие вот безапелляционные суждения о том, вот прямо в прямом эфире, без решения суда, я так понимаю, да? А человеки говорят, он каратель, он там преступник, он еще что-то. А что произошло на самом деле с Сергеем Литвиновым? Я очень коротко отвечу на тот общий вопрос, который вы задали. В самом начале, да? По права человека. Я хочу особо обратить внимание, что эффективно защищать права человека можно только при независимой судебной системе. Независимой судебной системы нет в России, ее нет и в Украине. Поэтому защита прав человека, тем более по особым категориям, политическим делам, крайне тяжелая задача. И во многом она определяется личностью защитника, его гражданской позиции, его знания, его весом, авторитетом в обществе. Что касается Литвинова. Ну, то, что мы сейчас слышали и видели, это голая пропаганда, не имеющая никакого отношения к информации. В том виде, как я ее понимаю и в том виде, как ею, этой информацией должны пользоваться журналисты. Я хотел бы отметить, что вот все дела в отношении политических заключенных, которые признаны в Украине политическими заключенными, которые находятся в тюрьмах России, провокационные дела. Эти дела были искусственно созданы. Что значит провокационные? Я отвечу, я объясню. Искусственно инициированы и на придуманных часто обстоятельствах с тем, чтобы возбудить и поддерживать ненависть народов России и Украины друг к другу. Для возбуждения войны. И, к сожалению, во всех этих делах, которые мы называем политическими, а Украина признала узников в российских тюрьмах 11 человек политическими заключенными, в эти провокации в той или иной степени вовлечены и сами фигуранты. Я более подробно об этом скажу по делу Литвинова. Ничего подобного. Никакого зуба у него не болел. Он сам приехал. Сам оказался на территории больницы Тарасовской районной больницы. И занимался там тем, чтобы выявлять тех вот украинских военнослужащих, которые дислоцировались около его села Камышное, станично-луганского района Луганской области, около соседних сел. Он часто с ними общался, носил самогонку, водку. Я полагаю, что и девочек приводил солдатам. И как раз это было то время, август, июнь, июль 2014 года, когда была сильная деморализация украинской армии. Очень многие украинские бойцы переходили на сторону России, дезертировали. И поскольку многие из них были с ранениями и увечьями, то они под видом беженцев и обращались за медицинской помощью. А вот Литвинов, поскольку он часто с ними контактировал и общался, он знал практически всех в лицо, которые были на блокпостах около его села Камышное, около соседних сел. И в этом отношении его работодатель, а он был простым батраком в этой деревне, а у кого он батрачил, это человек позиционирует себя как предприниматель. Его зовут Сергей Михайлович Холод. И судя из материалов дела, именно он, имея хорошие контакты с российскими оперативниками, и передал Литвинова, этого деревенского дурачка, он с большими проблемами в развитии, в умственном развитии, в психологическом развитии. Он закончил все пять классов, он не помнит ни дни рождения своей матери, братьев, отца, ну, большие проблемы. Ну, хорошая зрительная память и, наверное, определенный аппарат мыслительной деятельности позволяет запоминать лица и потом, значит, распознавать этих людей. Вот он передал его российским оперативникам с тем, чтобы, находясь в больнице, вот распознавал дезертирующих бойцов украинской армии. Уж сколько ему удалось, или удалось ли вообще, я этого не знаю. Хорошо, а почему тогда так обернулось, что из, не знаю, там, из подручного российских спецслужб он превратился в подозреваемого? Да, в больнице он находился около восьми дней. По версии следствия, что у него был флюс, то есть воспаление зуба, с этим он приехал в экстренном порядке в Ростовскую область, на территорию Тарасовского района. И вот он вынужден был столько там находиться. Но все мы прекрасно знаем, что такое флюс. Обычно в стационарных условиях вскрывает нагноение, промывает полость рта и человек, так сказать, отпускает домой. Почему это все так обернулось? Видимо, те оперативники, которыми имел дело холод, были не столь важными в правоохранительной системе России. Но Литвинов настолько вжился вот в эту роль под видом больного, значит, наблюдать и выявлять, что он проявил чрезмерное рвение, когда там оказались трое ополченцев. Их привезли тоже в камуфляжной форме. И он стал к ним приставать с вопросами, кто, что, чего, как. И для того, чтобы как бы вызвать некоторые откровенные вещи, тоже стал говорить, я тоже воевал, там участвовал в боевых действиях, там участвовал в боевых действиях. Эти заинтересовались, но больше всего им не понравилось его приставание к ним с вопросами, не очень им нравящимися. Они его напоили, вместе они пили в больнице. Ну, когда уж он пьет, и так трезвые, странненькие. А когда уж выпил, чего он там понес этим трем ополченцам, которые воюют против правительственных войск Украины? Только они, видимо, знают. И они после этого разговора позвонили уже в управление ФСБ России по Ростовской области. Приехали оперативники ФСБ, они, видимо, изложили свои впечатления о нем, и его задержали. Его задержали 20 августа прошлого года, 2014 года. Видимо, поняв, что никому он на Украине не нужен, ни семье, ни родственникам, никому либо еще, кто его будет искать, деревенского дурачка. Видимо, было принято решение, что это идеальная фигура, на которую можно повесить массовые убийства мирных жителей Донбасса, не участвующих в вооруженном конфликте. Его обвиняют... То есть, никто не выступит в его оправдании, скажет, что он этого не делал, да? Конечно, конечно. Из всех 11 политических заключенных в отношении него были выдвинуты самые чудовищные обвинения. А именно, в расстреле 39 молодых мужчин, которые отказались идти служить в Днепр. Это военизировано в формировании в составе Министерства внутренних дел Украины. Я думаю, что зрителям, наверное, это хорошо известно. Он обвиняется в изнасиловании, в убийстве восьми женщин. Это жены, вот как раз, опять-таки, тех мужчин, которые, по версии следствия, отказывались идти воевать против своего же народа. И в убийстве 12-летней девочки. То есть, количество жертв просто ошеломительное. Что вам, как адвокату, удалось делать для защиты своего клиента? Ну, я в этом деле работаю в содружестве. В содружестве с департаментом консульской службы и с правозащитной организацией Центра гражданских свобод. Потому что вот в подобном роде делах политических, и когда события происходили на территории Украины, и получить доказательство невиновности или же виновности. Ну, доказывать виновность – это не моя задача. Можно только на территории Украины. То, конечно, вот такая схема сотрудничества, она приносит очень большие плоды. Я обращаюсь с адвокатскими запросами к консулу. Консул это передает в Центр, в Киев. Включается в работу Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел, Генштаб тоже принимал участие, пограничники, погранслужбы. И они собирают информацию, отвечая на мои вопросы с формулированием в адвокатском запросе. И когда я вступил в дело по приглашению наших российских правозащитников, я после этого встретился с консулом Геннадия Семеновичем Бресколенко. Он к этому времени уже несколько раз его посещал в изоляторе, и когда он находился в психиатрической клинике. Я уже как бы был знаком, после этого познакомился с материалами дела. Конечно, когда первый раз я прочитал первый его протокол в допросе, у меня волосы, что называется, стали дыбом. От обвинений. От обвинений. Я думаю, боже мой, неужели это такой мерзавец, который насиловал молодых женщин, убивал, их мужья были расстреляны, 12-летняя девочка. Там информация такая, когда первый раз читаешь, она как бы убеждает в том, что такое могло быть. А на основании чего, скажите, пожалуйста, какие доказательства собирал обвинения, и что это за доказательства? Это просто какие-то показания вот этих трёх ополченцев, которые его сдали ФСБ, или какие-то другие материалы? И вот когда я стал читать протоколы его допросов от одного к другому, а их очень много, около 20 протоколов допросов, конечно, у меня, как у профессионала, сразу зародились сомнения, потому что всё повторяется, всё дополняется. И у меня стал вопрос, а источник информации, в чём его обвиняет, и то, что он рассказывает. И теперь уже, когда я знакомился со всеми материалами дела, я хочу сказать, что в этом деле обвинитель Литвинова, он сам. Источник информации против него, он сам. То есть, короче говоря, была следующая схема. Эти безумные преступления были придуманы самими следователями, я полагаю, что с помощью оперативников. Они составляли эти протоколы, а его просили их лишь подписать, эти протоколы. Вот откуда эти безумные обвинения, сочинённые просто из воздуха. Так не свидетели, никакие материалы фактов. В материалах дела нет ни свидетелей очевидцев преступления, нет протоколов осмотров, нет экспертиз трупов, нет сообщений, сведений о том, что местное население сообщало о убийствах, массовых убийствах. Ничего этого дела нет. Есть только показания деревенского дурачка. Хорошо, какая перспектива у этого дела? Очень большая перспектива у этого дела. Я думаю, что это единственное украинское дело, которое закончится положительно. Дело в том, что уже под влиянием тех доказательств, которые были получены в Украине, что те фамилии, которые указаны в обвинении, которых он якобы убивал, они просто не существуют. На территории Станично-Луганского района они не зарегистрированы. Те адреса, которые указаны в обвинении, большая часть адресов, эти адреса не существуют. И прокуратура Луганской области провела собственное проверочное действие. Установили, что трупы в Мороге не доставлялись, заявления о происшествиях не было. И под влиянием этих доказательств следствие отказалось от идеи передавать это дело в суд. Причем это суд присяжных. Представляете себе, да? В суде нет ни потерпевших, ни плачущих жен, ни плачущих матерей. Так подождите, о чем же мы сейчас тогда говорим, если отказались передавать это дело в суд? Я вот вам и как раз отвечаю на ваш вопрос, какова перспектива. Я отвечаю. По карательным обвинениям дело кануло в лето. Самое основное обвинение, имеющее политический характер, я Литвинова от этого обвинения политического защитил. Что-то осталось еще? Конечно. Как только стало очевидно, что под влиянием доказательств защиты ничего не получится, было выдвинуто новое обвинение. Его предъявили 8 июля 2015 года. То есть практически спустя год, как он томится в застенках тюрем, различных тюрем. Бытовуха, разбой. Якобы, по версии следствия, Литвинов привел в соседнее село двух военнослужащих украинских вооруженных сил, у которых были автоматы Калашникова, и указал на российского гражданина, который в это время там находился и сказал, вот этот вот богатенький русский, надо его, значит, пощипать, как жирного гуся. Они его побили по версии обвинения, и у него отобрали две машины. Одна из них была на ходу, а вторая у нее не было аккумуляторных батарей, поэтому ее зацепили за ту, которая работающая. И побив вот этого русского гражданина, гражданин Российской Федерации, похитили у него два автомобиля. Вот в чем он обвиняется. Хорошо, есть ли, я не знаю, эти самые автомобили, есть ли этот гражданин Российской Федерации, у которого они забрали этот автомобиль? Представляете себе, значит, дело до 13 ноября должно было уже закончиться. Рассмотрение его в суде должно было закончиться. Разумеется, как полагал следствие, с обвинительным приговором. А санкции за это обвинение от 7 лет, это самое минимальное наказание, до 12 лет. Мол, сейчас на показаниях потерпевшего, в данном случае только потерпевшего, мы его осудим. Карательные, они уже сброшены в архив, никто оттуда их не поднимет. И как бы мы защитим себя, и он тут у нас будет сидеть, и Украина его никогда не увидит. Опять начался процесс сбора доказательств защиты при помощи департамента консульской службы, который координировал все действия, были включены все силовые структуры вашей страны, Украины. Оказалось, была собрана информация, что гражданин Российской Федерации, который признан по делу потерпевшим, в это время в Украине не находился. В распоряжении пограничной службы Украины нет сведений, что он в тот период, когда был якобы разбой, а это конец июня, начало июля 2014 года, не пересекал границу Украины. Не въезжал, не выезжал. Да, он три раза пересекал в 2014 году, но это было в феврале. Первое. Второе. Были получены сведения и переданы мне, как защитнику, что те автомобили, которые указывает потерпевший, что он ими владел, один автомобиль вообще не существует. Он был снят с регистрационного учета еще в 1997 году, причем он был зарегистрирован на другого гражданина Украины и без дальнейшей регистрации. Значит, этот автомобиль уже давно как металлолом или что-то, кто-то его... То есть, называть его автомобилем даже уже практически невозможно. Невозможно. Хорошо, понятно. Значит, Виктор Паршуткин, адвокат Сергея Литвинова. И, Дмитрий, значит, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот гражданская блокада Крыма, которая с 20 сентября, ее проводится активистами на границе с Крымом, на границе между Херсонской областью и Крымом. Ее основным требованием было освобождение активистов, освобождение людей, которые находятся в тюрьмах в российских. На ваш взгляд, вот сейчас, значит, уже нет электроснабжения. На ваш взгляд, каким-то образом Российская Федерация, это повлияет на решение властей Российской Федерации по поводу освобождения этих политических узников или нет? Я думаю, что тут сложно как бы отвечать на вопрос именно в контексте юридическом. Если говорить о физике, как науке, на самом деле очень жалко, то, что представители энергокомпаний Украины не выносят в публичное пространство своих переговоров по поводу энергетики. Дело в том, что Украина и западные регионы России, такие как Брянск, если мне не изменяет память, еще современно Советского Союза входит в единые электрические цепи. И есть рубильники, которые находятся на стороне Украины, и есть рубильники, которые находятся на стороне России. Вот то, что произошло на блокаде Крыма, я не могу утверждать, потому что я не знаю схему. Но мне кажется, что именно реакция государства, когда туда приехали именно сотрудники полиции, попытались навести там порядок и подчинить вот эти лэпы, они связаны с какими-то рычагами управления, с какими-то рубильниками, находящимися на территории России, выключение которых, в свою очередь, может принести ущерб непосредственно Украине. Я думаю, что в рамках этого тоже велись договоренности, и Украина не просто так, я имею в виду президента, правительство, не просто так не хочет перекрывать электроэнергию в Крым. А для этого есть веские основания и контрмеры в той же самой области. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю требования блокады. Это, безусловно, их гражданская позиция. Это очень большая позиция, что они требуют за своих граждан, и требуют порой там, где отказываются требовать официальные органы, МИД отказывается просить за граждан, они требуют их освобождения. С точки зрения гражданской позиции это правильно. Но вот с точки зрения отключения именно электроэнергии, таким путем, подрывом ЛЭП, я думаю, что это задает, скорее всего, больше вопросов, нежели ответов, провоцирует саму ситуацию вокруг блокады, дискредитирует ее. Я вот хотел бы ответить на то, что мой коллега говорит, что сами украинские узники зачастую являются провокаторами, как таковыми. Может, я его неправильно, конечно, понял. По-моему, все-таки Виктор говорил про провокационные дела, да? Да, конечно. Что очень часто сами узники в той или иной степени вовлечены в эту провокацию. Вот я, допустим, может, не совсем понимаю до конца этот тезис, но не считаю своего подзащитного. Говорю только за него, потому что именно с его делом я работал и знаю непосредственно вовлеченным в провокацию, в какое-то сотрудничество с органами. Безусловно, под пытками он давал определенные показания. Но я думаю, что любой из нас под пытками показания даст вопрос, как бы кто не сломается, мы никогда не будем на их месте, этих людей. А непосредственно провокации в чем-то другом заключающейся, какой-то осознанной провокации, какого-то осознанного сотрудничества, конкретно за своего подзащитного я сказать не могу. За то дело, за которое я знаю. А может быть у других, как бы украинских узников, да, они могут как-то участвовать в провокации. Конкретно за моего я могу сказать, что он, скорее всего, жертва в этом плане. Спасибо. Дмитрий Сотников, Виктор Паршуткин были гостями нашей студии. Российские адвокаты, которые ведут дела украинских заключенных. Вы смотрели программу «Голос Крым». Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин